их деятельность на украине она конечно очень губительно мы прекрасно знаем что господин коломойский финансирует украинскую армию которая как раз таки борется с ополченцами конечно надеяться на то что сегодня коломойский или аваков предстанут перед российским судом не приходится но в любом случае они должны четко понимать что если они завершают преступления в отношении граждан российской федерации то есть дело даже не в том лично аваков или коломойский и в том что любой политик любой человек в любой точке мира должен принять что если он совершает преступление в отношении гражданина российской федерации рано или поздно его будет ожидать уголовное наказание в соответствии с российским законодательством деяния преступная но то что делает следственные комитеты на борьбой лишь в большей степени политические какие-то игры слушать на самом деле политика это вечно двойные стандарты особенно сейчас наш мир соткан с дайных стандартов поэтому хорошо что россия занимает такую позицию что да мы готовы отстаивать наши интересы даже в каком перимонале но если мы делаем это для результата то здесь очень важно да то каким флером это все будет окутано в данный момент флер неподходящие это точно но они также могут подать в суд на нашего президента посмотрим что кто кого пересудит международном трибунале мы же понимаем что очень важно какая будет мировая конъюнктура чисто да как это эти события будет трактоваться на западе в данный момент они трактуются весьма однозначно и очень агрессивно по отношению к россии